В выбросах этил Меркаптана в Омске нефтезавод виноват, но не очень. На совещании при губернаторе региона глава Омского Росприроднадзора заявил, причиной выбросов стали работы по укреплению дамбы буферных прудов НПЗ, которые ведет подрядчик Нижегородский институт прикладных технологий. Если говорить простыми словами, по версии надзорного органа, спецтехника раскопал отходы, скопившиеся здесь с середины прошлого века. Тогда нефтезавод обрабатывал сырье стуймазинского месторождения с высоким содержанием серы. Кроме того, в 70-е буферные пруды горели, и высокие температуры тоже могли стать причиной образования этил Меркаптана. Генеральным подрядчиком является ООО «Нефтехимремонт», Омская организация. Подрядчиком или субподрядчиком является Институт Нижегородский. Кто из них определил этот способ работ и методы по защите окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха и земли, мы на сегодняшний день определяем. Ну а в Нижегородском институте прикладных технологий нести ответственность за ООО «Испорченный воздух» не согласны. Там заявляют, цитирую, что готовы создать независимую экспертную комиссию и обратиться в суд. Это вещество легче воды, и оно не может оседать на осадок. То есть заявление о том, что в результате того, что работа с осадком привела к выделению таких газов, оно противоречит любой логике школьного уровня знаной химии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...